Траур объявлен в США. Страну шокировал очередной массовый расстрел. На этот раз в Техасе преступник открыл огонь по прихожанам Баптистской церкви. 26 человек погибли и 20 были ранены. Все подробности расскажет Дмитрий Анопченко. Все как и недавно в Лас-Вегасе. Множество жертв, преступник-одиночка расстрелял людей и был убит, а значит мотивы не установить, известны только обстоятельства. В городке Сазерланд Спрингс в Техасе одетый во все черное мужчина сначала открыл огонь возле местной Баптистской церкви, где шла служба, а потом ворвался внутрь. 26 загубленных жизней. И мы пока не знаем, увеличится ли это количество. Все, что очевидно, слишком многие долго будут пытаться справиться с этой болью от потери близких. Преступник не жалел ни женщин, ни детей. Хладнокровно застрелил беременную женщину и троих ее малышей. Кто-то из местных мужчин, заслышав выстрелы, открыл ответный огонь. Это Техас. Тут многие носят с собой винтовки. И это единственное, что заставило нападавшего остановиться. Он просто не ожидал, что кто-то окажет сопротивление. Преступник выронил оружие и побежал к своей машине. В автомобиле его и нашли мертвым. Пока непонятно, достало убийцу пуля или он в итоге застрелился сам. Стрелка зовут Дэвин Патрик Келли. 26 лет. Был уволен из армии за то, что жестоко обращался со своей семьей. Избивал жену и ребенка. Год провел в тюрьме. Три года как освободился. Но с тех самых пор не давал никаких оснований для подозрений. Не было ничего предрассудительного или криминального. Поэтому, когда в апреле прошлого года пришел в оружейный магазин, чтобы купить винтовку, по местным правилам не было никаких оснований, чтобы ему отказать. В доме киллера провели обыск. Искали взрывчатку или агитационные материалы ИГИЛ. Как в деле о недавнем нападении на людей в Нью-Йорке. Но пока ничего не обнаружили. После трагедии Америка снова заговорила о необходимости жестких ограничений на ношение и покупку оружия. И даже Барак Обама, президент, который за 8 лет своего пребывания в Белом доме так и не смог ничего изменить, сейчас опять призывает страну вернуться к этой проблеме. Но понятно, что пока у власти Трамп и республиканцы этого не будет. Президент лишь объявил 4-дневный траур и распорядился направить в Техас лучших следователей из столицы. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.